Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Кунсткамере собрали 27 ящиков манускриптов, 32 ящика иностранных редкостей, 5 ящиков с минералами и ископаемыми, инструменты физического кабинета и императорский кабинет целиком. Ящики с экспонатами 14 сентября 1812 года отправились в Петрозаводск, минуя пороги безумной вмиг ненастья свири и волны беспокойного Онежского озера. Там они пробыли недолго. Мороз на пару с Кутузовым погнали французов прочь, а ящики вернулись в Кунсткамеру. Еще до наступления 1813-го все было на своих местах. В коллекции Кунсткамеры было вещественное напоминание о главном полководце 1812 года. Кутузов оказался пополнителем собрания, подарив Кунсткамере двух мертвых младенцев, сросшихся грудью и животами, но, как было записано, имеющих при этом настоящее основание человека. Сера Далаппо. Генваря 29-го 1822-го. Бразилия. В своем поместье Мандиока в Рио-де-Жанейро консул империи Лангсдорф не проводил и двух месяцев в году. Остальное время он неустанно изучал уголки Бразилии. В экспедициях консула постоянно сопровождали сразу три художника. Мориц Ругендас, Эркюль Флоранс и Адриан Таней. Мориц Ругендас, Эркюль Флоранс. Лангсдорф брал в избытке. Художники едва успевали рисовать. По ночам при свете свечей многие наброски приходилось дорисовывать по памяти. Уже собрался целый альбом. А диковин, что консул Лангсдорф просил запечатлеть, все больше. Лошади с трудом передвигали ноги под тяжестью находок. А впереди было еще два месяца пути. Потом возвращение в Рио-де-Жанейро и отправка всего собранного в Петербург. Григорий Лангсдорф избранный в начале 19 века членом-корреспондентом Академии был натуралистом в первой русской кругосветке. Получение научного звания экстраординарного академика совпало с дипломатическим назначением. В 1812-м Лангсдорфа назначили консулом России в Рио-де-Жанейро. Благодаря ему кунсткамера получила огромную бразильскую коллекцию. Она была детально изучена и полностью описана только в 20 веке. Трудами и энтузиазмом академика Лангсдорфа, понимавшего важность сбора замурских коллекций, музей регулярно пополнялся экспонатами. Начало было положено во время кругосветки, откуда Лангсдорф привез три каталога бразильских пернатых и коллекции рыб, животных, насекомых. Но это все мелочи по сравнению с массивными ящиками, которые шли в кунсткамеру из Мандиоки, бразильского поместья русского консула. Так, из одной лишь экспедиции доставили 29 ящиков с минералами, 15 с гербарием из почти полутора тысяч видов растений, 23 шкуры животных, 398 птичьих шкурок, а также шикарные одежды из атласа и кружева, вышитые золотом и шелком хлопчатобумажные ткани. В 1821-м неутомимый Лангсдорф составил видовый каталог бразильских травоядных насекомых. В нем 4300 видов, которые, как писал сам составитель, причудливые по форме, блестящие и разнообразные по окраске и наиболее интересные для науки. Каталог сокровища Академии Лангсдорф преподнес кунсткамере в знак бескорыстия, приверженности и усердия к усовершенствованию естественных наук. Академия приняла этот дар с достодолжной благодарностью. За два года до этого важного события президент Академии наук граф Уваров переместил физический кабинет в круглый зал кунсткамеры, а освободившееся помещение предоставил Академику Шуберту для хранения коллекции консула Лангсдорфа. Это голова индейца Мундруку из Центральной Бразилии. Точнее сказать, отрезанная индейца Мундруку и принадлежащая, скорее всего, индейцам Мура, которые граничили с Мундруку к северу. Ее привезли участники так называемой русской второй экспедиции в Бразилию. Почему Мундруку были такие кровожадные? Дело в том, что они договорились с португальцами, те их снабжали оружием, и они благополучно очистили от других индейцев, в том числе от Мура, прежде всего, Центральную Бразилию. Но была еще одна причина, почему Мундруку охотили за головами. Считалось, что голова приносит удачу, плодородие. Это, кстати, очень распространенное поверье. Эта голова – это практически череп с высушенной кожей. Из нее, естественно, извлечены всякие мягкие ткани там изнутри, и глаза замазаны смолой. Человек, который носил эту голову, проявил себя как доблестный воин, все сделал только хорошо, а индейцы Мура, они, в общем, как дыни-люди, положено у них голову отрезать. Так что украшение таких голов, феями, веревочками – это было очень важной частью вот этого ритуала, потому что она должна красиво выглядеть. И она выглядела красиво, очень симпатичная голова. Кунсткамера, как и прежде, не обходилась без особо ценных подарков. Так, в 1780-м от бывшего начальника Камчатки, премьер-майора Магнуса Карла фон Бема, поступила коллекция так называемых «курёзных вещей», собранных третьей экспедицией великого британца Джеймса Кука. Сам мореплаватель погиб в стычке с обитателями Сандвичевых, ныне Гавайских островов, 14 февраля 1779-го. Но его корабли «Дискавери» и «Резолюшн» продолжили поиски удобных морских путей из Тихого в Атлантический океан. В мае-июне 1779-го британские корабли стояли в гавани Петропавловска на Камчатке, приводя в порядок снаряжение и запасаясь водой и провиантом. В благодарность за радушие и бескорыстное рвение британцы преподнесли начальнику Камчатки 47 подарков. Еще не виданные старым светом образцы материальной культуры народов бассейна Тихого океана, сыновки с острова Тонго, гавайское оружие, таитянские костюмы. И главное – великолепные накидки из птичьих перьев. Важнейшее этнографическое открытие Джеймса Кука. Куковские коллекции петербургской кунсткамеры уникальны, пожалуй, тем, что включают в себя три основных типа гавайских перьевых накидок – прямоугольные, круглые и трапециевидные. Трапециевидные накидки использовались в качестве военного одеяния гавайских наследственных вождей. Гавайские вожди или короли, демонстрируя свои накидки перед европейцами, с гордостью показывали дыры или разрывы в полых накидок, говоря, что это следы вражеских копий. Ключевым моментом является наличие такой конструктивной детали, как петли на нижних концах накидок. Продев кисти рук в эти петли, накидки можно было держать таким образом, чтобы обороняться от ударов противника. Несколько слов о семантике или значении самих рисунков – треугольники, полумесяцы, полосы. Сочетаясь определенным образом, эти рисунки или узоры, по всей видимости, передавали какую-то важную информацию. Скорее всего, это информация генеалогического характера, рассказывающая о каких-то наиболее ярких событиях в родословной владельца накидки. По правилам этикета эпохи, премьер-майор Бем вез дары через всю Сибирь, дабы преподнести их императрице в Петербурге. Екатерина II с благодарностью их приняла и тут же приказала передать в кунсткамеру. Примечательно, что вещи из последней экспедиции Кука представили публике в Петербурге на целых восемь месяцев раньше того момента, как британские корабли вернулись на родину. Таким образом, перьевые накидки и другие редкости, хранящиеся ныне в кунсткамере, являются первыми гавайскими артефактами, попавшими в Европу. Шлюп Синявин Август 14-го, 1828-го Западное побережье Северной Америки По утру бросили якорь в бухте Румянцево, которая на гешпанских картах обозначена заливом Бадега. Съезжали на берег. К селению Рос решили не двигаться. Предпочли осмотреть индейскую деревню, лежащую чуть на север. На берег отправились офицер и два матроса, а также два рисовальщика. Моряки решали вопросы с приобретением провизии и пресной воды. Рисовальщики делали наброски окружавшего селения. Найти народ, который достиг бы меньшего политического образования, чем сие индейцы, трудно. Их жилища походят на ульи или на муравейники, нежели на человеческие дома. Они сделаны из прутьев, воткнутых в землю полукружием, затем закрытых сухою травою и древесными ветвями. Всех жилищах влекут они жалкую жизнь, которая не доставляет им никаких удовольствий, кроме общих со скотами. Индейцы сии цвета темно-медного, волосы черные и у всех склокоченные, рост у менее среднего и неуклюжего сложения. Глаза их, однако же, не изъяты живости. Женщины весьма не дурны. Круглые полные лица их довольно правильно расположенные. Маленький ротик, небольшой носик, живые глаза имеют приятности. Не зря рисовальщики начали женских портретов. Потом присовокупили несколько мужских. Работаю, остались довольны. Изрядный собирается альбом портретов народов. Михаил Станюкович, командовавший шлюпом Моллер, был больше военным. Недаром впоследствии он стал командиром Севастопольского порта и военным губернатором Севастополя. Федор Литке, капитан шлюпа Синявин, был больше ученым. Недаром во второй половине века он возглавил Академию наук. Поэтому трехлетнее кругосветное плавание 1826-1829 годов Именно Литке, которому было немного за 30, завершил научным трудом, озаглавленным «Путешествие вокруг света» на военном шлюпе Синявин. За него он и в члены корреспонденты был произведен и Димидовскую премию получил. В научных изысканиях Литке в кругосветке помогали минералок Постельс, ботаник Мертенс, художник Китлиц. Они собрали гигантскую коллекцию редкостей. С заключением в спирту закончили жизнь представители 100 видов пресмыкающихся, 300 видов рыб, 700 видов насекомых и 150 видов черепах. Литке привез редкие виды летучих мышей, неведомый вид тюленя, 300 видов птиц, этнографические диковины, коллекции раковин и минералов. Все это оказалось в кунсткамере. К тому времени в музее начался активный процесс деления на специализированные отделы. Это была единственная возможность разобрать громадное количество без конца поступающих экспонатов. Началось с предоставления естественно-научным коллекциям кунсткамеры, не так давно построенного здания рядом в таможенном переулке. Туда же был перенесен из глобусной палатки и восстановленный после пожара «Гатторбский глобус». Музей сбросил оковы тесноты, а ученые получили полноценный доступ к богатым коллекциям, ожидавшим дальнейшего изучения. Летом 1837 года по распоряжению императора Николая I в Черногорию с дипломатической миссией был направлен подполковник корпуса жандармов Яков Николаевич Азерецковский. Он был сыном академика и директора кунсткамеры Николая Яковлевича Азерецковского. В Черногории подполковнику Азерецковскому поручалось передать денежное пособие от императора Николая I на благо черногорского народа, консультировать молодого 24-летнего правителя Черногории Петра II Петровича Негаша, а также собирать сведения о далекой Черногории. По возвращению в Россию подполковник Азерецковский представил императору Николаю I сведения географического и экономического характера о Черногории, альбом с зарисовками видов и типов Черногории, а также два манекена в человеческий рост, одетые в черногорские костюмы. Манекены в черногорских костюмах были помещены в императорское оружейное собрание, арсенал в царском селе, а несколько позднее черногорские костюмы через Эрмитаж были переданы в музей антропологии и этнографии. Разделение кунсткамеры на академические музеи началось в 1818-м. В тот год распоряжением министра народного просвещения Уварова был создан при музее восточный кабинет, хранителем которого назначили академика Френа. Вскоре из бывшего натур кабинета был выделен ботанический отдел, а позже появился и новый отдел, египетский, который в документах называли музеумом. В начале 19 века Европу охватила мода на археологические находки из страны фараонов. Сначала для музеума выделили всего две комнаты. Экспонатов было мало, но вскоре египетская коллекция стала расти. Для нее сделали даже специальное оборудование. Столяр Евстрат Степанов изготовил два станка с резными ножками для положения на них мумий. Российские кругосветные экспедиции в Египет не заходили, и кунсткамера довольствовалась покупками и дарами. В 1825 году Академия приобрела собрание миланского купца Де Кастельяна. Среди 1200 предметов статуи, таблички с иероглифами, с корабеей и, конечно, четыре мумии, две взрослые и две детские. Следующую коллекцию египетских раритетов кунсткамера получила в подарок от купца первой гильдии Аверова. Он первым из россиян наладил торговлю с Египтом. Дар включал три мумии, одна из которых покоилась в тройном саркофаге. Сегодня египетская коллекция кунсткамеры это достойная часть эрмитажного собрания. Христиан Френ вошел в историю как один из первых ориенталистов России. Тонкий знаток арабского востока, он всю жизнь работал над словарем арабского языка, стал основателем научной нумизматики мусульманского востока и положил немало сил на пополнение коллекции восточного кабинета кунсткамеры. В России его звали Кристиан Данилович Френ, а у себя на родине он был известен как Кристиан Мартин Иохим Френ. В свое время от нашего музея отпочковались несколько других академических учреждений музейных, в том числе был азиатский музей, в который попали фонды рукописные и нумизматические. И Френ возглавил вот этот вот азиатский музей. Тогда была эпоха особого интереса к востоку. Сейчас мы можем наблюдать плоды этого интереса. Проходя по залам музеев, мы видим вот изумительные картины с ориенталистскими сюжетами сиралии, наложницы, рабыни. И будучи уже директором азиатского музея, Френ в самом конце 1830-х годов отправился в Египет. Для любого приезжего европейца посещение такого аттракциона с восточными танцовщицами являлось в общем обязательным. Среди тех предметов, которые Френ привез, мы можем видеть и бронзовые кастаньеты, и серьги, и кольца, и такую кисть фески из бисера, и баночку серебряную для помады, которой пользовались эти танцовщицы. Это достаточно скромная коллекция сама по себе, но мне кажется, что она отражает вот этот ориентальный интерес к Востоку, но в отличие скажем от Эрмитажа, от Лувра, у нас есть не результат переосмысления Востока, а некий исходный материал. Точку в разделе «Сокровищ кунсткамеры» поставил утвержденный в 1836 году императором Николаем I устав из штат Санкт-Петербургской академии наук. В нем закреплено существование вместо некогда единой кунсткамеры семи академических музеев минералогического, ботанического, зоологического, собрания азиатских и египетских древностей, нумизматического, анатомического и этнографического кабинетов. Из этнографического и анатомического кабинетов и вырос нынешний музей антропологии и этнографии, который в скобках сохранил свое историческое название «Кунсткамера». В 1879 академия и государственный совет учредили музей по антропологии и этнографии преимущественно России, когда в 1903 основали отдельный российский этнографический музей. Из официального названия первого музея страны была изъята приставка преимущественно России, но зато добавлена справедливая имени Петра Великого, приуроченная к 200-летию Петербурга. Так сокровищница обрела свое современное название «Музей антропологии и этнографии имени Петра Петра Великого». Судно «Атха» сентября 13-го 1849-го Петропавловск на Камчатке. 10 лет провел в путешествиях по Америке сотрудник зоологического музея Илья Вознесенский. Его отправили на другой материк на один год, чтобы он собрал коллекции для музея по списку. Надлежало ему собрать естественных и искусственных произведений природы и людей в Северо-Западной Америке, на Камчатке, Курилах и прилегающих районах Крайнего Северо-Востока России. Усердие этого ученого мужа было таково, что Академия наук каждый год выделяла ему все новые и новые средства на поиск экспонатов и продлевала научную экспедицию. Так Вознесенский остался в Америке на 10 лет. Когда, возможно, художники рисовали находки во время экспедиции, если рисовальщик не мог отправиться в вояж, по возвращении Вознесенского все ящики распаковывали и тщательно зарисовывали все, что ученый нашел для музея. Раз в год в Санкт-Петербург отправляли тысячи экспонатов. Животные в спирту, одежды народов, травы, каменья, оружие. В Вознесенским было доставлено в зоологический музей около 6 тысяч экспонатов, в ботанический свыше 7 тысяч, в минералогический без малого тысяча, в этнографический больше тысячи. Все коллекции превосходно упакованы, препарированы и законсервированы. Для музеев России Петровская кунсткамера, как Гоголевская шинель для великой русской литературы. Все из нее вышли. Азиатский музей заложил фундамент Института Востоковедения, зоологический стал гигантским научным институтом и музейным собранием. Ботанический основа гербария Ботанического института Академии наук, а минералогический теперь работает в Москве. Часть экспонатов украсили собрание русского и исторического музеев, а также государственного эрмитажа, куда позднее переехал целиком императорский кабинет с восковой персоной едва ли не самого дальновидного из российских самодержцев Петра Великого. Его любимое детище кунсткамера и созданный им флот в 19 столетии работали в связке. Теперь за три моря уже не ходили по старинке, а бороздили эти моря на кораблях, в поисках торговых маршрутов, новых земель и, что немаловажно, экспонатов для музеев и научных материалов для важнейших исследований Российской Академии наук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин